Я хочу представить, ну, я думаю, что особо представление не нуждается, это мой друг, это мой боевой соратник, Валентин Симонцов. Слово, добрый вечер. В начале второго отделения хотелось бы прочитать один некомысленный опуск, который был написан для дружеского пользования, но поскольку дружеская вечеринка, вот, я его не прочитаю. Называется опуск «Певец Ламура» или «Ульба кастракта». «Певец Ламура» Александр Вулканов, столичный сноб, парисер и поэт, подснял в одном из модных ресторанов фотомодель 14 лет. Похудая в компьютере создания, близкалась в ванной с песней «Зайчик мой», поэт настигала понимание, что дело может кончиться тюрьмой. А сто кутов в мир зота подсорная, жалел поэт, вдыхая в академии. Кабак под крышу винтов, я знаю, и там хозяин, урга и грузин. Но все-таки, кому я нафиг сдался? Я денег государственных не играл, на ФСБ козлами не ругался и с Березовским в карты не играл. Быть может, зря я нервничаю даже, быть может, просто котик слабоват, но все же, чтобы не попасть по стражу, пожалуй, надо кружки дать подсор. «Сошел?» — раздался голос. «Да это Финчик». «А это кто?» «Ой, ща я обоссусь». И звонкий смех, как маленький губенчик, слегка развеял старческую грусть. Из банды вышел рыжий, желтоглазый, огромный кот по кличке Марципан. А вслед за ним, увихляя голым тазом, девчонка, что не знала про обман, который мыслей болезненно излелеял и стерзанной сомненьями поет. Да, сделать он недоброе затеял с девчоночкой 14 лет. «Мой Марсик, мой несчастный милый котик, мой гордый и застенчивый кастрат, иди сюда, вот вискос, твой наркотик, а бабы не по нашей части, брат. Погладь его, погладь, моя малышка, ну и меня по голове погладь. Туда не лезь, ты не найдешь тут шишку. Кому сказал не лезь, оденься, блядь. Алло, Инна Смаковна, заходите, поэк сводил мобильный телефон. Тут хм, одна особость берите. Да, высушить, одеть и выгнать вон. И через пять минут к нему в квартиру седая домработница вошла и, давши его поджогу пассажиру, его, ее из дома увела. «Вот, Марсик, мы с тобой и погуляли», — сказал поэт. «Такой вот блин вон ух. Так подослали или не подослали? Да хрен с ней, хватит нам и взрослых дур. Жан, телефон я записал мобильный. Четыре года быстро пролетят. Что год напишь под дверью, как дебилей? Иди гуляй, не додорвись к астраду». Александр Лукасович. Александр Лукасович. Лучше и чище желания нет, чем леопеница прямо с утра. Пусть не поэт, а просто банкир. Весь ты в бабле, а не в муках пера. Срал ты на банк и финансовый мир. Так тебе хочется ебнуть с утра. Вот ты в отеле, в ростуньях лежишь. Ланч посла, вечер в гранд-упера. Шепчет за окнами бляски Париж. В жопу посла, наебейся с утра. Ты не поэт, не юрист, не банкир. А, ты не поэт, не банкир, не юрист. Мент постовой, все дружки мусора. Мысль лишь одна тебя точит, как лист. Как же по гайфу нажраться с утра. Вот ты косой на дороге стоишь. Я объезжаю от тебя шофера. Что я не в форме, я голый пиздеж. Как же по гайфу нажраться с утра. Ты работяга, жизнь точно не мед. Чуть расцвело, на работу пора. Нахуй нужен родимый завод. Сука, как хочется ебнуть с утра. Что ты ко мне приливался, прораб? Красная горда, да в цехе жара. Ты бы кондишен нам сделал, хотя. Как же по гайфу нажраться с утра. Путин не квасит. Медведев, ну-ну. Просто за кваской жидкий фраера. Ельцинова пил, но не против страны. Как он кормилец ебушен с утра. В небе тусуются солнечных рук. И где-то по дерьму слышно ура. Вышел на улицу. Ярка вокруг. В праздник святое нажраться с утра. Праздников много у нас на Руси. А на планете вообще на хера. Жаль, что на все не хватает мне сил. Как же по гайфу нажраться с утра.